Несмотря на повышение, получится экономия. В регионе определили порядок формирования заработной платы для госслужащих округа в 2018 году. О витаминах и калориях окружные депутаты проверили, как организована система питания в Нинецком профессиональном училище. Прошлись по прилавкам. В Наринмаре провели мониторинг цен на продукты. Вы смотрите новости на телеканале «Север» в студии Ирина Цепетова. Глава региона Александр Цибульский сегодня с рабочей поездкой побывал на востоке округа. Он посетил Усть-Кару и Амдрему. В прибрежных населенных пунктах глава региона посетил социально значимые объекты отдаленных муниципалитетов, пообщался с жителями. Вместе с главой региона в рабочую поездку отправились главный федеральный инспектор ПАНАУ Александр Бибенин, профильные заместители губернатора, руководители органов власти. В первой половине дня запланировано посещение поселка Усть-Кара. Там делегация осмотрит социально значимые объекты населенного пункта – Пельчерско-Акушерский пункт, магазин потребительского общества, школу, детский сад и дизельную электростанцию. Во второй половине дня глава региона будет работать в поселке Амдрема. Среди социально значимых объектов, запланированных к посещению, водовод, электростанция, склад горячосмазочных материалов и котельное муниципального унитарного предприятия Амдрема-Сервис, строящийся физкультурно-оздоровительный комплекс, школа, Пельчерско-Акушерский пункт, детский сад и дом культуры. После этого временно исполняющий обязанности губернатор Нинецкого округа проведет совещание, посвященное деятельности Амдрема-Сервис и встречу с жителями арктического поселка. В Нинецком округе приняты изменения в ряд законов, определяющих порядок формирования заработной платы для служащих округа в 2018 году. Принятие закона предполагает экономию бюджетных средств в размере более 70 миллионов рублей. Сумма сопоставима с дополнительными расходами из окружного бюджета по обеспечению дополнительной выплаты к пенсии работающих пенсионеров. Напомним, годом ранее для служащих окружных органов власти зарплата была снижена на 20%. Вместе с тем, решение о сокращении данных расходов имело временное ограничение и распространялось в соответствии с законом только на 2017 год. Вопрос о продлении действия утвержденных ранее положений на 2018 год на новых условиях был рассмотрен на сессии собрания. Рост фондов оплаты труда в органах власти в 2018 году в сравнении с 2017 составит 9%, по аналогии с работниками учреждений неуказников. В сравнении с 2016 годом снизится на 11%. При этом зарплата лица, замещающих госдолжность, тем главы региона, членов администрации Ниницкого округа и окружных депутатов останутся на прежнем уровне. Законопроект, инициированный главой региона и предполагающий повышение зарплаты у государственных служащих на 9% и не предполагающий повышение зарплаты у лиц, замещающих госдолжность региона, одобрен депутатами окружного собрания сразу в двух чтениях. Против закона проголосовали два депутата, воздержались пятеро. Администрация региона внесла изменения в положение о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства региона. Поправки внесены в том числе с учетом предложений бизнес-сообщества и одобрены в четверг на заседание администрации Ниницкого округа. Одна из поправок касается субсидий на модернизацию. По новым условиям закупаемое оборудование должно стоить больше 20 тысяч рублей, а срок полезного использования составлять более одного года. На стадии рассмотрения заявок комиссия будет проводить проверку стоимости оборудования. В случае выявления отклонения более чем на 20% заявленной стоимости от стоимости рыночной, субсидия будет выплачиваться в среднем размере по анализу цен. Кроме того, вводятся новые условия предоставления субсидий. Чтобы поддержку на данные цели предприниматель не получал из других бюджетов. То есть, если мы выявляем, что он получал уже в городе на аренду или на другую поддержку, на которую он заявился к нам, то мы не предоставляем просто эту поддержку. Кроме того, теперь, прежде чем принять решение о предоставлении субсидий, представители департамента будут выезжать на место ведения бизнеса для осмотра оборудования предпринимателя. А для того, чтобы сделать отбор заявок на предоставление субсидий более открытым, по просьбе предпринимателей конкретизируется качественная оценка рейтинговой системы конкурса. Качественную оценку мы дополнительно разбили на показатели по просьбе предпринимателей, чтобы они понимали, на основании каких данных оценивают члены комиссии их заявки. Качественные показатели разбиты, но указаны конкретно, а не как раньше была одна качественная оценка, которую член комиссии выставлял по своему усмотрению. Теперь каждый предприниматель видит, какие показатели наиболее приоритетны для оценки. Теперь предприниматели будут иметь возможность возмещать проценты не только по кредитным, но и по договорам лизинга. Увеличивается сумма субсидий на закупку материала для народных и художественных промыслов с 200 до 400 тысяч рублей. По просьбам предпринимателей, администрация расширяет действия субсидий на обучение. Теперь субъекты малого и среднего бизнеса смогут получить возмещение средств, затраченных на онлайн-обучение сотрудников. Сумма также увеличивается с 50 до 100 тысяч рублей. Проект постановления прошел процедуру оценки регулирующего воздействия, обсуждения с бизнес-омбудсменом Нинецкого округа и предпринимательским сообществом. Стоимость патента для работы иностранных граждан в Нинецком округе увеличится. Соответствующий законопроект в двух чтениях на прошедшей сессии приняли депутаты Собрания депутатов. Документ был внесен главой региона. В результате его стоимость будет увеличена до 7 859 рублей. Повышение стоимости патента позволит сделать налоговую нагрузку для иностранных граждан, приближенной к нагрузке на граждан России. Соответственно, данная мера повысит конкурентоспособность местных жителей на рынке труда в отношении специальностей, не требующих высокой квалификации. Стоимость патента на 2018 год будет составлять 7 859 рублей 52 копейки. Данный размер коэффициента позволит сделать налоговую нагрузку на иностранных граждан, приближенной к нагрузке на граждан РФ и увеличит конкурентоспособность граждан РФ на рынке труда в отношении специальностей, не требующих высокой квалификации. По данным ОМВД России по Нинецкому округу, с начала года в округе иностранными гражданами оформлено 448 патентов. Основную часть миграционных потоков в регионе составляют сезонные трудовые мигранты. Стоимость патента для иностранцев в Нинецком округе входит в тройку самых высоких в стране. С 2015 года цена увеличилась почти в пять раз. Ранее мигранту необходимо было платить за разрешение чуть более полутора тысяч рублей в месяц. Тогда в Нинецком округе работало более двух тысяч иностранных граждан. С 1 января 2015 года налог в виде фиксированного авансового платежа, оплата за патент, полностью поступает в бюджеты субъектов. Общая сумма поступлений за 9 месяцев текущего года составила 14,7 миллионов рублей. В рамках парламентского контроля депутаты посетили одно из образовательных заведений округа. В ходе рабочей поездки народные избранники проверили организацию питания в Нинецком профессиональном училище. О том, как обстоят дела с калориями и хватает ли бюджетных средств на полноценное питание для студентов в нашем следующем репортаже. Сейчас в столовой Нинецкого училища самая горячая пора. Время обеда. Несмотря на просторный зал, рассчитанный на 90 мест, питаться в рабочие дни приходится в две смены. Повара и дежурные торопятся. Надо успеть накормить всех студентов. А их 296 человек. Сегодня в меню салат из капусты, рассольник, рис со шницелем, мандарин и компот. Каждый день новый набор блюд. Как показал опрос, проводимый руководством заведения, таким питанием 75% студентов довольны. Среди них и будущий повар Дмитрий Канев. Очень вкусно кормим. Хорошо я наедаюсь. Ну, то есть, как бы на столовую не жалуюсь. Все очень хорошо. А разнообразное воспитание? Да, разнообразное каждый день на вагу. Такое разнообразное меню в соответствии со всеми нормами Санпина составляет заведующая столовой. В этом году, по словам Екатерины Даниловой, переход с пятиразового питания на трехразовое не повлиял ни на качество пищи, ни на количество калорий. У нас калорийность в среднем где-то выходит 300-300, то есть у нас больше на мальчиков направлено, потому что их много. В пищевых веществах мы выдерживаем норму. Вот положено, за 10-дневное меню у нас составлено, утверждено Роспотребнадзором. Положено столько-то в месяц, значит, мы им выдаем все, что необходимо. Таким питанием в профессиональном училище в соответствии с постановлением администрации обеспечиваются бесплатно студенты, которые проживают в общежитии. Лица с ограниченными возможностями здоровья, дети-сироты и дети, находящиеся под опекой, оставшиеся без попечения родители, а также дети из малоимущих семей. Все остальные студенты приобретают за свой счет талоны на комплексные обеды, стоимость которых составляет 97 рублей. Достаточно ли этой нормы питания для определенных категорий студентов, и есть ли необходимость, во-первых, увеличить эту норму питания, хватает ли тех, так называемых, калорий для питания наших студентов, и что нужно еще для того, чтобы улучшить процесс питания нашим студентам данного училища. Для улучшения организации питания студентов до конца текущего года в училище планируется провести дополнительное оснащение столовой в части установки линии раздачи. По мнению руководства учреждения, это позволит студентам получать не только комплексные обеды, но и приобретать различные блюда на свой выбор. Депутатский корпус обещал помочь. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север». В Наринмаре провели мониторинг повышения снижения цен на продукты. Перечень товаров определен по трем сетевым магазинам – «Гарпо», «Белые ночи» и «Хороший». Мониторинг состояния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории города муниципалитетам проводится ежеквартально. При мониторинге определяется минимальная и максимальная розничная цена в конкретной группе товаров в торговой точке, а также факт наличия в продаже. Так, за 9 месяцев текущего года наибольшее снижение цен отмечено на бананы – 74,3%. Томаты свежие и перец сладкий подешевели на 61,3% и 66,9% соответственно. На 40,8% дешевле стало яйцо столовое. На 44,8% – виноград. Также снижение цен отмечено на муку пшеничную, рис, гречу, масло подсолнечное рафинированное, сахар, соль, чай, черный байховый, колбаса сырокопченая, свинину отечественную, пору, рыбу мороженую, рыбу соленую, сметану, сыр твердый, картофель, лук репчатый, капусту белокочанную, морковь, огурцы свежие, яблоки, апельсины и водку. Повышение цен за 9 месяцев текущего года отмечено по 12 позициям. Больше всех подорожал творог – плюс 84,3%. На 59,3% увеличилась цена на хлеб белый из пшеничной муки. На 29,9% в цене подросли изделия колбасные вареные. Также повышение цен отмечено на макароны, воду питьевую, колбасы вареные копченые, рыбу копченую, хлеб черный, молоко, масло сливочное и апельсины. Без изменений цена осталась на рыбные консервы. На момент проведения мониторинга в продаже отсутствовали говядина отечественная и кефир жирностью 3,2%. Окружные полицейские проводят второй этап межведомственной антинаркотической акции «Сообщи», где торгуют смертью, и оперативно-профилактической акцией «Дети России-2017». Жители Ненинского округа могут сообщить информацию о наркопритонах, точках сбыта наркотиков, фактах пультивирования наркосодержащих растений, а также о незаконном обороте наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, нарушении правил легального оборота наркотиков и других преступлений и правонарушений. Основными задачами двух данных акций заключается в том, чтобы лица предоставляли информацию, то есть общественности, субъекты профилактики, без которых мы не можем, а главное это граждане нашего региона, предоставляли информацию о лицах, потребляющих наркотические средства, либо где-то там мест хранения этих наркотических средств. И благодаря данной информации мы бы изымали из этого незаконного оборота эти наркотики и тем самым предотвращали преступления в сфере незаконного оборота наркотических средств. Информацию можно направлять на электронную адресу МВД, а также о данных фактах можно сообщить по телефону 8 911 650 57 49, а также на телефон доверия ОМВД России по Ненинскому округу 4 21 52, отдел по контролю за оборотом наркотиков по телефону 4 26 42 4 21 40, Впрочем, сдать наркотические средства можно и добровольно. Если человек добровольно сдает наркотическое средство, сообщает о том, что, грубо говоря, либо нашел, либо еще что-то, он добровольно выдает, то он освобождается от уголовной ответственности за хранение данных наркотических средств. То есть законодателям он дает такую вот норму. Одно из лучших среднеспециальных учебных заведений России. Ненецкий аграрноэкономический техникум имени Волкова стал лауреатом конкурса среди организаций. Среднего профессионального образования. Дом, где заключаются браки и выдается первый в жизни документ, вновь принимает многочисленных гостей. Сегодня в отделе ЗАГС для студентов профессионального училища был организован День открытых дверей. Его провели в рамках мероприятий, приуроченных ко Дню правовой помощи детям. В атмосфере семейного законодательства побывала и наша съемочная группа. Сегодня отдел ЗАГСа распахнул свои двери для студентов Ненецкого профессионального училища. Погрузиться в особую атмосферу заведения ребятам помогли звуки свадебного марша. Самые важные шаги им еще предстоит сделать. О том, как и с какого возраста заключаются браки, выдаются первые в жизни документы и о самых популярных именах в Ненецком округе рассказала заведующая отделом Алена Елисеева. В 2017 году популярными остаются имена Александр, Максим, Артем, Михаил, а женские София, Валерия, Евгения, Екатерина. И еще есть подборка самых популярных имен за 1970 год. Тогда самыми популярными мужскими именами были Алексей, Андрей, Владимир, Николай, а женскими Александра, Елена, Жанна. Также сотрудники ЗАГСа уделили особое внимание к процедуре присвоения фамилий, имени и отчества ребенку. Много нового в сфере семейного законодательства на встречу узнал Вячеслав Концевой. То, что если не в браке заводить ребенка, то фамилия отца или матери как бы по желанию. Кого-то одного. Или можно фамилию через дефис. Две фамилии. Он многого на будущее узнал. Может, свои планы строить. В ходе беседы Вячеслав и другие студенты узнали и об истории российского ЗАГСа, которому в 2017 году исполняется 100 лет. Продолжился день открытых дверей экскурсии по отделу, где ребята увидели комнату жениха и невесты, малый зал для регистрации брака и помещение для выдачи свидетельств о рождении. Такое путешествие уже совершили более 60 молодых людей со всего округа в рамках мероприятия, приуроченных ко Дню правовой помощи детям, который ежегодно отмечается 20 ноября. Уже на следующей неделе ЗАГС вновь распахнет свои двери для студентов и старшеклассников. Любовь Пермякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». Ненецкий аграрно-экономический техникум имени Волкова стал лауреатом конкурса среди организаций среднего профессионального образования «100 лучших СУЗов России-2017». Директору техникума Оксане Даниловой по итогам конкурса также присвоен почетный знак «Директор года-2017» и звание «Почетный член Международной академии качества и маркетинга». Также в рамках конкурса за достижения в области партнерства с работодателями техникум награжден дипломом в номинации «Лучший техникум в области партнерства с производством-2017». За высокие результаты в работе отмечена персональная номинация «Преподаватель года» и «Преподаватель естественно-научных дисциплины» знает Оксана Кудляк. Сегодня в Ненецком аграрно-экономическом техникуме обучается порядка 460 студентов по 11 специальностям. В текущем году при поддержке недропользователей техникум модернизирует материально-техническую базу учреждения и начинает применять современные подходы к подготовке специалистов. В настоящее время на ЭД при поддержке нефтяников закупают пять комплексов, лабораторий и классов. На эти цели образовательному учреждению выделено более 20 миллионов рублей в рамках соглашения администрации округа с компанией «Русвет Петра». База техникума будет улучшена в первую очередь для подготовки квалифицированных специалистов, которые входят в ТОП-регион, рейтинг самых востребованных на рынке труда профессий. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды.